Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться вам рецептом очень известного немецкого пшеничного темного пива, которое называется Dunkelweizen или Weissbeer. Для приготовления Dunkelweizen нам понадобится 4 вида солода. Естественно, весь солод уже молотый. Первый вид это Богемиан Пильзнер 1,8 килограмм. Второй вид пшеничный темный 1,5 килограмма. Пшеничный светлый 0,7 килограмма и Верман базовый мюнхенский 1 килограмм. Также нам понадобится хмель Миттерфрю. Две упаковочки по 20 грамм. Он у меня растасован по 10 грамм, поэтому 4 упаковочки. Для сбраживания буду использовать дрожжи М20 и для коагуляции белка буду использовать ирландский мох 5 грамм. Все ингредиенты, исходя из рецепта на 25 литров пива, количество в граммах, все названия солода, а также пошаговый текстовый рецепт вы найдете в описании этого видео. Из оборудования нам понадобится, но я использую такую полуавтоматическую пивоварню 30 литровую. Можно использовать обычную кастрюлю. Если варите в пивоварне без корзины или в обычной кастрюле, лучше использовать вот такой вот сетчатый мешок для затирания. Продается в магазинах, которые торгуют товарами для крафтового пивоварения. Также понадобится бродильная емкость. Желательно, чтобы бродильная емкость была для удобства вот с таким вот краном. И еще одна кастрюля для нагрева воды для промывки солода. Вот, пожалуй, и все. Затирание этого сорта пива основано на четырех температурных паузах. Первая пауза 53 градуса, поэтому я включил пивоваренный котел и нагреваю воду до температуры 53 градуса. Водичка нагрелась до температуры 53 градуса. Можно приступить к затиранию. Для этого помещаем сюда мешок для затирания. Как я уже говорил, если пивоварня с корзиной, то мешок совершенно не обязательно. У меня пивоварня с фальш-дном, что не совсем удобно. Если будете покупать себе пивоварню, лучше сразу же покупайте с корзиной, потому что с этим фальш-дном возня сильная. И приходится вот так вот использовать мешок, чтобы после промывки можно было солод просто извлечь. Фактически он играет роль корзины. Его тогда можно взять и вытащить. Если с двойным дном, пока ее помоешь перед варкой пива. В общем, целое неудобство. Первая температурная пауза 53 градуса 10 минут. Следующая пауза 63 градуса. Устанавливаем температуру 63 градуса. И поддерживаем после нагревания до 63 градусов. Поддерживаем температуру в течение получаса. Через полчаса поднимаем температуру до 73 градусов. И оставляем третью температурную паузу еще на полчаса. Через полчаса проведем йодную пробу. Для этого набираем немножко сусла в любое блюдце, допустим. Добавляем сюда йод и смотрим на цвет. Цвет не должен меняться. Вот как сейчас йод должен оставаться такого же цвета йода. Если цвет уходит, меняется в сторону фиолетового или синего, ну вот такого темно-синего, фиолетового цветового, значит не весь крахмал еще осахарился. И тогда следует продлить третью температурную паузу еще на 10-15 минут до достижения вот такой вот положительной йодной пробы, когда цвет не меняется. Если цвет не меняется, то можно переходить к четвертой завершающей температурной паузе. Для четвертой паузы поднимаем температуру до 79 градусов. И по достижении температуры 79 выдерживаем паузу в течение 5 минут. Через 10 минут можем останавливать нагрев, примерно через 5, прошу прощения, и приступать к сбору сусла. Вам надо собрать 28 литров сусла, так как мы хотим приготовить 25 литров пива, при этом выкипет где-то полтора литра сусла и полтора литра останется в осадке. Так как изначально в пивоварочный котел я засыпал... Так как изначально в котел я заливал 20 литров воды, то мне надо довести количество сусла до 28 литров. Делаю это путем фильтрации. Вот таким вот образом. Воду разогретую до температуры 80 градусов. Помните, в самом начале я говорил, что надо поставить воду греться. Проливаю через слой солода. Таким образом вода вымывает все сахара, вымывает сам сироп из солода и стекает в бак. Эту промывку продолжаю до того момента, когда насобирается 28 литров сусла. После того как собрано нужное количество пивного сусла, извлекаем вот этот вот мешок и либо его на выброс, либо его еще домашняя птица очень с большим удовольствием ест, например, курицы. Переливаем сусло обратно в котел и приступаем к процессу варки. Для этого включим нагрев, накроем сусло крышкой и установим термометр. Для чего термометр? Смотрите, сейчас мы нагреваем с максимальным нагревом. Когда температура сусла достигнет 99 градусов, советую нагрев уменьшить, потому что в этот момент сусла в момент закипания начнет очень сильно пениться. Если вы пропустите этот момент, то у вас вся кухня или помещение, в котором вы варите пиво, будет в пене. Поэтому нагревать можно на максимальном нагреве, а на 99 градусах нагрев уменьшаем. И далее весь процесс варки сусла, все время варки сусла, то есть 85 минут, мы будем варить с медленным нагревом. Так, чтобы сусло у нас кипело, бурлило, но не было активного бурления. То есть такая, ну как бы, даже не знаю как сказать, не сильно кипело. Вот так вот будет правильно. Пока пивное сусло закипает, произведем две процедуры. Первая, нужно запарить ирландский мох. Для этого заливаем 5 граммов ирландского моха, 100 миллилитрами кипятка и отставляем в сторону. Вторая процедура, нужно продезинфицировать оборудование, а именно ферментер, в который мы будем переливать охлажденное сусло и мешалку. Я использую пиросульфат польской фирмы Бровин. Вот такая вот чайная ложка пиросульфата на литр воды. И этим раствором полностью дезинфицирую все оборудование. Надо сказать, что пиросульфат можно использовать повторно. То есть, если вы его сольете в какую-нибудь емкость, я сливаю в трехлитровую банку и использую его повторно также для дезинфекции оборудования. То есть, он не теряет своих свойств. Когда сусло подходит к кипению, на поверхности образуется вот такая вот белковая пена, как накипь в бульоне. Ее лучше сразу же собрать, чтобы она не перемешивалась с пивом в процессе кипения. Тогда напиток будет более прозрачный. Через 25 минут варки внесем первую порцию хмеля. Вот так вот, видите, не сильно кипятим сусло, чтобы оно не сильно бурлило. Такое легкое кипение. И продолжаем варить еще 55 минут. Через 55 минут отправляем в пиво вторую порцию хмеля и заранее подготовленный ирландский мох. Также помещаем в котел чиллер для того, чтобы он дезинфицировался сейчас при процессе кипения. Через 5 минут останавливаем процесс варки и подаем воду на чиллер для охлаждения. Если у вас нет чиллера, то кастрюлю, в которой вы варите пиво, просто ставите в ванную или в любую другую большую емкость с холодной водой. Желательно охладить пиво как можно быстрее, но какой-то особой спешки здесь нет. Я несколько раз делал пиво таким образом. Вечером варил пиво, ставил на ночь сусло, оно охлаждалось естественным образом, естественно, уже в ферментере с закрытой крышкой, чтобы туда не попадала никакая пыль. И утром носил дрожжи, все проходило нормально. Охлаждаем пиво до температуры 30 градусов. Охлажденное до 30 градусов пивное сусло переливаем в ферментер. Причем делаем это вот так вот с высоты, то есть не какими трубочками, а так, чтобы оно лилось. Для того, чтобы сусло немного аэрировалось. Как видите, собрал я даже не 25 литров, а 24 литра пивного сусла. И важно заметить, еще при разливе 1 литр этого сусла тоже останется в осадке. Так как, во-первых, здесь еще осталась взвесь. Взвесь от солода, взвесь от хмеля она осядет. И, помимо этого, дрожжи после того, как отработают, они тоже создадут достаточно плотный осадок. Вносим дрожжи. Рассыпаем их по поверхности аэрированного сусла. И даем регидратироваться в течение примерно 10 минут. И вот хочу показать. На дне котла остался еще литр осадка. Надеюсь, что видно. Это осадок, который состоит из взвесь солода и хмеля. Откровенно говоря, как по мне, самым неприятным процессом варки пива является мойка оборудования. Занимаемся этим, пока регидратировались дрожжи. Дрожжи регидратировались успешно. Хорошенько перемешиваем их. Закрываем крышку. И ставим под видео затвор. Процесс брожения должен начаться в течение 28 часов. Температура брожения, ну температура окружающей среды, в которой должен находиться ферментер, 18-25 градусов. Идеальная температура 20-21. Ой, прошу прощения. У меня здесь так жарко, что я охлаждался немножко. Так вот, процесс брожения займет 10 дней. Обычно через первые 3-4 дня процесс брожения идет очень активно. Потом потихонечку начинает стухать. На 8-й день пузырьки углекислоты практически перестают выделяться. Это не повод для того, чтобы открывать пиво. Дожидаемся 10-го дня, 10-го, 11-го и приступаем к разливу. Видео о том, как разлить пиво на карбонизацию, какие правильно использовать бутылки и где их купить, вы найдете у меня на канале. Видео так и называется, как разлить пиво на карбонизацию. Друзья, через 10 дней разливаем дулькин-вейтсен на карбонизацию. Дожидаемся, ждем 2 недели, пока произойдет карбонизация, а лучше месяц, пока произойдет небольшой процесс выдержки. И наслаждаемся прекрасным темным пшеничным немецким пивом. Поверьте, вкус его значительно лучше, чем вкус покупного пива в магазине. Мы тут недавно делали Хугарден, сравнивали его с магазинным пивом. Небо и земля. Крафтовый Хугарден значительно вкуснее. Следующее пиво, которое я буду варить, это будет имбирное пиво. Поэтому тоже, если вас интересует, ожидайте его. Я думаю, в течение месяца появится новый рецепт. Еще очень часто подписчики задают вопрос, сколько может храниться крафтовое пиво. Максимум, которое у меня хранилось год, больше не стояло. В процессе выдержки пиво улучшает свои вкусовые качества. Поэтому не переживайте, если вы все сделали правильно, разлили пиво на карбонизацию и ничего с ним не произошло. Если оно осталось вкусное после карбонизации через 2 недели, то и через месяц, и через 3 месяца, и через полгода оно будет такое же вкусное, а то еще вкуснее. Поэтому, друзья, вот такой вот рецепт, текстовый рецепт и все ингредиенты, как я уже сказал, найдете в описании видео. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, если видео было вам полезно. И ждите имбирного пива, если вы приходите на этот канал только за пивом. А если не только за пивом, то в ближайшее время будет коньяк, виски и многое интересное другое. Всего доброго, пока!